Рок-н-ролл. Давненько мы не говорили с вами о рэпе. За последние пару лет рэп настолько глубоко пустил свои корни в мейнстрим и опопсел, что лично у меня создаются ощущения, будто этот жанр доживает на вершине Олимпа свои последние дни. Модные тенденции в наше время сменяют друг друга с сумасшедшей скоростью, и чем быстрее что-то становится популярным, тем быстрее про это забывают. Я не говорю о том, что рэп скоро исчезнет насовсем, конечно, этого не произойдет, но не долг час, когда ему на смену придет нечто новое, или хорошо забытое старое. Но пока этого не произошло, я хочу вам показать наиболее интересные рэп-клипы за последнее время. Погнали! Честное слово, я до последнего не хотел брать новый, с позволения сказать, клип от Эвы в выпуск, но вас было слишком много. Что ж, хотели, получайте. Эдвард от Эва. Ну шо там, Лизка? Ра! Ха-ха-ха! Без обид! Нет повести хайповее на свете, чем повесть о Лизке и о Теве. Что ж, стоит признать, Эдик меня удивил. Я даже подумать не мог, что клип с Круджи вообще, возможно, испортить. Думал, что хуже уже некуда. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Я живу как отчет, а ты нет. Рука-лицо. Рука-лицо. Оценил твой годный контент. Рука-лицо. 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 Войду со сборища гнусных коллег. Рука-лицо. Как же мне неприятно смотреть на людей с татуировками на лице. Уважающие себя и свою работу тату-мастера, как правило, вообще отказываются бить что-либо на лице. Но, кажется, я знаю, как от Эва оправдает появление этих отвратительных личностей в кадре. Ха, я вас всех затроллил, у вас пукан бомбанул. Что сказать, лучшего оправдания для собственного опсера и придумать невозможно. Бери на заметку. Рука-лицо. Твой гастрайдер просил написать тебе трек. Рука-лицо. Флексит низко. Будет низко. Рука-лицо. Не хочу показаться старым пердуном, но меня одного заебали эти неологизмы, которые появляются в интернетах чуть ли не каждый день. Если кто-то не в курсе, флексить означает танцевать под качающий музон, либо понтоваться своим материальным положением. Выражение низкий флекс имеет прямо противоположный смысл и означает быть не модным, не богатым и вообще отстойным. Конечно, Эдик, куда нам тягаться с тобой в вопросах моды? Разумеется, у тебя в этой сфере уже большая фора. Если вы понимаете, о чем я. Я о том, что он гей. Рука-лицо. Прости, твоя шопа не тянет надверг. Нет. Рука-лицо. Рука-лицо. Ну, вот тут я бы поспорил. Я считаю, надо устроить проверку этого факта, потому как никаких прямых доказательств этому нет. Лизка, я знаю, ты смотришь это видео. Отнесись к этому очень серьезно. Народу нужен. Твой тверг. Не подведи. Покажи, Атеве, кто здесь мамочка. Мамочка, мамочка. У-ху, Игорь Синялин. Попросила сама, мне придется тебя утереть. Ты на вид как пацан, пацан 15 лет. 15 лет. Я не друг вам никак, но дам вам один лишь совет. Вам пора по домам и тебе снимать без бровей. Больше всего меня доставляет, с каким пафосным и воинственным видом Эдик делает свой дис на девчонку. Вероятно, он видит себя темным рыцарем Ютуба, который ведет неравную битву за качественный контент. Но на деле его образ не дотягивает даже до Чуда Женщины. Даня, Даня, вот и ты вступил на скользкую дорожку гос-райтинга. Сначала текст Лизке, а что потом? Гэнста-рэп-альбом ей сочинишь? Срочно, Даня, срочно, делай мне контент. Срочно, у меня нет идей. Даня, скорее. Атева, атева. Я выполню челлендж, ваш настолько быстро, когда вы на коленях передо мной будете флексить низко. Флексить низко. Флексить низко. Очень низко. Флексить низко. Тебе пора найти того, кто тебя будет тискать. Будет тискать. Будет тискать. Ее лиску. Будет тискать, но вряд ли кто-то лиску будет тискать. Ох, Эдик, когда уже ты кого-нибудь потискаешь, кроме Игоря Синяка. Так, либо у Эдика случился нервный срыв на площадке, ему нужна помощь, либо от Эва учится скримить. Ну а что, с такой подтанцовкой это вполне уместно. Более трехсот тысяч. Именно столько дизлайков словил Эдвард от Эва на своем чудесном дисе, с чем мы его и поздравляем. Это достижение может стать отправной точкой от Эвы на тернистом пути к трону нового короля дизлайков. С тех пор, как я снимаю свое аналитическое шоу, моя личка переполняется клипами неизвестных артистов и просьбами о том, чтобы я включил один из них в обзор. Большинство из них думает, что от мировой известности их отделяет лишь бюджет их клипов. Какая-то жалкая пара-тройка сотен тысяч рублей и дело в шляпе. Потеснись, Оксимирон. И вот они скребут по сусекам, находят нужную сумму, снимают клип на камеру, которая стоит как квартира в Питере. И не происходит ничего. Почему? Давайте разбираться. Нового исполнителя под ником Rocket я приметил еще с его первого клипа про Сангрию. Однако тогда он мне не показался достаточно интересным, но я запомнил этого мульчугана и решил следить за его творчеством. Новый клип Rocket действительно снят на профессиональном уровне, и я считаю, что авансом эта работа заслуживает второго места в моем скромном топе. Rocket Bound Tag. Начну я, пожалуй, с плюсов. Хорошая картинка, отличная атмосфера, красивые пролеты. В первой части клипа звучит отрывок из другой песни, что слушается достаточно странно, но в то же время прикольно. В этом предисловии парни решают поехать за закладкой на лимузине. В лес. Ну, почему бы нет? Вы разве так не делаете? Правильно, правильно. Пусть водила отрабатывает арендованную тачку по полной. Однако плюсы клипа заканчиваются так же резко, как лопата в кадре врезается в землю. Миром правят деньги, моим миром спейс. Иду по Халихуду, и все знают фейс. Вокруг одни враги за цен готовы съесть. Мне так грустно к звездам, как бы мне туда залей. Когда я первый раз увидел Rocket, у меня было четкое ощущение, что я его уже где-то видел. Ну, еще бы, ведь чувак работает в жанре трэп, а с точки зрения клишированности и однообразности этот жанр просто малинник. Трэп, как жанр, может позволить нам полюбоваться роскошными тачками, дорогими домами, тусовками с наркотиками, жопастыми бабищами, но более ничем. Чего ж тебе еще надо, собака? Ха, столик дури и девчонку мне боты, ко мне в номер прямо сейчас. Турбированный бэнд, ха, ха, липкие монеты, черный-черный кэш, эй. Баун так, баун так, баун так, баун так, баун так, баун так, эй. Баун так, баун так, баун так, баун так. Я связанный придурок в этой грязной нише. Ха, сука, чек потенциал, интерстеллар вижен, эй. Из-за этого ощущения, что вы видели подобные клипы миллион раз, вся эта вакханалия на второй минуте становится просто скучной. Да, я дружный рилли, сам себя по жизни хилю. Мой бэкграунд, две мобилы, нахуй суперсилу. Ха, я вернусь домой, когда бэкпэк будет забитый. Фуловый, как простите, из такой же мамоситы. Если обратиться к западу, то можно понять, что там огромное количество артистов работают в этом ключе. Но каждый имеет свою уникальность, свой неповторимый образ и, как следствие, своего слушателя. Эй, без этих Денеро тут наёбываю время. Ха, не Атланта, но СтопРотс у кого-то в прицеле. Нахуй тех ублюдков, кто так яростно не верил. Аутсайд на моём теле, я против системы. Возможно, проблема парня в том, что поиск себя ещё не закончен, его личность ещё не сформировалась до конца, а амбиции уже через край. И это нормально. В любом случае, каждый артист совершенствуется, и через время, если он не бросает своё дело, он становится устойчивой творческой единицей. Аранжировка данного клипа — единственное, что имеет для меня хоть какую-то творческую ценность, хотя ходит буквально по грани какафонии. Сюха! На мой взгляд, основная задача творца, как ни странно, творить. То есть создавать нечто новое, а иначе всё это просто не имеет смысла. Даже если ты снял клип в хоромах за миллиард баксов, летал на личном самолёте и уехал с тёлкой в закат на Феррари, это не принесёт тебе успеха. Этому миру не нужны копии фараонов, всяких плейбой-карти и лилпампов. Хочешь стать ценным игроком — ищи свою уникальность и работай на неё. Но если вы играете в группе, или, не дай бог, вы рэпер, и вы считаете, что вы сняли интересный клип, то вы можете присылать ссылки на него в комментарии под этим видео, и, возможно, я отсмотрю и выберу что-нибудь себе для следующего выпуска, а вы получите свои полмиллиона просмотров. Но это не точно. А на первом месте в моём скромном топе в очередной раз обосновались «Анаконда» с высокобюджетным трэш-клипом «Ангел». Вы можете спросить меня, с чего я взял, что бюджет данного клипа так уж велик. И я вам отвечу. Во-первых, группа, которая собирает 5000 человек в Москве, может позволить себе снять дорогой клип. А во-вторых, постройка декораций в кинопавильоне – это, сука, так дорого, что пиздец. Пора увидеть тебя в деле Ты витрину, хватай телик Видишь эти фонари? Давай ваши И помоги ментам погрузить банкомат в багажник Больше не надо очковать и париться Прятать от жены результаты анализа Трястись от страха, что скажут доктора И опасаться расправы за шутку про Коран Я знаю, что данный клип зашел на ютубчике очень даже хорошо, что многие минусы картинки можно списать на жанр трэш, и что оригинальный сериал про могучих рейнджеров, мягко говоря, не отличался реалистичностью графики и миниатюр. Но я все равно собираюсь знатно побомбить на этот клип. Уж извините. Начну с операторской работы. Какого, извините, хрена оператор снимает Годзиллу на уровне собственного роста? Это ж убивает к херам собачьим всю задумку. Если ты хочешь показать величие объекта в кадре, его нужно снимать снизу. Это ж, блядь, очевидно. Арнольд Шварценеггер, например, если вы не в курсе, не отличается высоким ростом. Однако в Терминаторе он выглядит огромным именно из-за этого нехитрого операторского приема. Окей, едем дальше. Что с макияжем главной героини? Когда я первый раз увидел клип, я подумал, что нифига, анакондос раскошелились на какую-то заслуженную артистку СССР, наверное. А оказалось, это просто очередная победительница шоу «Топ-модель по-русски». Ток, который почему-то выглядит на 40 с хвостиком. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, лучше бы морщины замазали, чем стрелки рисовали. Надо у АТ вы спросите. Небо затянет кровавая пена. Аллилуйя! Прочные грешные орды Кинут в горле рычащи голодной гиены. Аллилуйя! Живые позавидуют нас право! Ангел спустится с небес. Всех насъезд! За отбор ты и летец! Всех насъезд! Его щупальца рушат здания. Его фазь низверкает пламя. Он обязательно всех достанет, достанет. Окей, к середине клипа оператор догадался начать снимать «Годзиллу снизу». Приятно видеть прогресс операторской работы, но, наверное, лучше, чтобы он происходил до съемок, а не во время. Крась губы, делай ногти, надень платье, я вообще не против. Мы без табу уже все проебали, но я в ковчег превратился в титани. Картонные здания и игрушечные машинки я готов принять и с честь за дань стилю. Но кукла Барби в руках Годзиллы, ну йоу. Еще раз повторю, оригинальный сериал 93-го года не отличался реалистичностью графона даже на свое время. Но просто сравните «Битву Мегафорса» с монстром в сериале 93-го года и в клипе 2017-го года, и вы поймете, почему у меня так горит. «Битву Мегафорса» Небо затянет кровавая пена, аллилуйя! Рочные грешные орды сгинут в горле рычащие голодные гиены, аллилуйя! И живые позавидуют мертвам! И он спустится с небес, и всех насъезд, за аборты и инцест, всех насъезд. Его щупальца рушат здания, его фазь не зверкает пламя, он обязательно всех достанет, достанет. Мне импонирует идея клипа. На фоне грядущего фильма о рейнджерах она кажется более чем хайповой, но исполнение этой идеи мне хотелось бы видеть на гораздо более высоком уровне. Почему такая темная картинка? Почему оператор не смотрел оригинал? А если смотрел, почему оттуда ничего не почерпнул? Почему топ-модель по-русски такая страшная? Все это вопросы, которые останутся без ответов. Ангел спустится с небес, и всех насъезд, за аборты и инцест, всех насъезд. Его щупальца рушат здания, его фазь не зверкает пламя, он обязательно всех достанет, достанет. Что касается музыкальной составляющей данной работы, что ж, аранжировка в таком аскетичном минималистичном стиле мне вкатила не очень, а вот текст вполне неплох в духе анакондос. Мои ожидания насчет этого клипа не оправдались, я хотел увидеть гораздо больше, но, как говорил Андрей Аршавин, ваши ожидания — это ваши проблемы. Так почему же я поставил анакондос на первое место в своем скромном топе? На самом деле причин всего две. Во-первых, клип получился достаточно веселым, чтобы мы не говорили. А во-вторых, меня впечатлил масштаб съемок, потому что далеко не каждый российский исполнитель может раскошелиться на такие траты. Лично у меня общее впечатление от клипа ходит по грани провала и успеха. Видимо, на то и был расчет. Но это никак не оправдывает операторских косяков и перетемненной картинки. Я ни в коем случае не призываю вас идти и ставить лайки или дизлайки тому или иному клипу. Моя задача совершенно в другом. Я просто хочу, чтобы мы с вами научились разбираться в музыкальных произведениях и находить те косяки, которые мы находим. В этом суть. Что ж, сегодня получился достаточно необычный разноплановый топ. Если вам все понравилось, ставьте этому видео лайки, пишите в комментариях, какие клипы вы бы хотели увидеть в следующем выпуске, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. А с вами был Ник Черников и шоу «Сперва добейся». Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok